Добрый день! Здравствуйте! Кто такие? Мы Петрощенко приехали. Ооо! Павел Петрощенко кто? Это наш отец. А это его внук и правнук. Понятно. А Затей-то как он погиб? А Затей умер у нас. Да я знаю, что с ним случилось? У него инсульт был и астма. Говорят ехал он и... Угольник попал, подлетел у шофера и ударил. А это братья, это его сыновья. Это сыновья. Это сыновья его так погибли. У него два сына погибло. Иван погиб и Сергей младший. Ну и как. А сами-то вы где живете? Ребрихи. Ребрихи? Мальчишки в городе. А это внук? Это ваша родня. Это сын мой. Это ее сын. А это внук мой. Понятно. Это наша младшая Ирина. Я Катерина. Вот Надежда у нас умерла, Александр живой еще. А что она умерла-то, почему? А инсульт, инфаркт. Инфаркт. А инфаркт почему? Ну как... Она академик была какой, профессор? Ну конечно. А если не академик и не профессор, то просто не имеет права... Так и что, нет, не имеет права болеть. Инсульт был страшен, у нее давление. Это наследственная болезнь у нас. Понятно. У вас, ребята, интернет есть? Есть. Я вам сейчас дам данную свою. Помогите мне распечатать. По одной возьмите визитки. Там все. У нас огромный-огромный YouTube. 16 300 роликов только. Мы смотрим. Мы смотрим иногда. Вы понимаете, что... Так вы одной? А нам хватит, мы как бы... Ну в городе, да? В Рибрихе. Я смотрю иногда. Еще дней через 10 вы увидите, что вы были у нас. Спасибо. Вот у нас вот видите, что восстанавливаем пруды. Да, это Рыжковский пруд. Это пруд делал нас... Это Рыжковский пруд. Это дед Рыжков. Это бабушки Усиньи, отец и сын. Дед Федорович Рыжков. Она приезжала к нам, она Рыжкова, но она была за потеряемой Иваном Нефантьевичем. Да, это Дед Федоровича дочка. Она где-то... Я в последний раз встречался, ей 103 года было. Она в Томске. Тетка Марья, да. Нет, она в Камбашево. Да. Тетка Марья, да. Это мы знаем. Это мамкина двоевродная сестра. Может, у нее умер. Они приезжали тут два года пожили, он умер. Мы его здесь похоронили. Да, он здесь похоронен, дядя Ваня. Мы были на кладбище. Страшно, что они претерпели. Да. Но они убежали от детей своих. Людей отсюда сорвали, девять семей, с которыми жили. И ни работников не было, просто умели трудиться. У них здесь отдельный дом стоял для гостей. Своя кузница. Они перечисляют все, что у них было. Да, да. И отправили, отправили, выбросили на берег. С собой ни инструмента, ничего нет. Ни еды, ничего нет. Это тайга. Да. И народ мертв. Это вот дед Федоровича. Интересно, Комсомольская правда на развороте показала статью. Если его большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня 650 миллионов. Полмиллиарда сожрали. Полмиллиарда. Сказать даже невозможно. За одну перестройку в России, в Российской Федерации, 120 тысяч миллионов абортов. Это страна исчезла. Страна исчезающая, самая быстрая. А у вас что, дома пустые стоят, что ли? Как? Пустующие дома есть, да? Мы заезжали в деревню, просто видели, что там дома пустые. А вы не зажали? Заезжали, заезжали. Ну вот все. Храм. Первым делом храм построили. Но храм это бывший клуб. Да, бывший клуб. Библиотека там была. А сейчас там школа половина и половина храм. А вы зайдите, там вам могут показать, как в храме, какое убранство. Ну и там есть кому показать. Вы зайдите только, я скажу, куда. Вот как заезжать будете, на первой стороне там много техники стоит. Это староста деревни. Вы можете дальше проехать метров 50 влево и увидите, какой он строит склад новый. Самый современный. А если мы поедем прямо так, есть дорога туда прямо, да? Ну вот эта вот дорога вот и есть, вот. А вам куда? На Корченом. На Корченом. Так а вы со второй мостик-то проезжаете. Через второй мостик здесь где-то? Вот сейчас, при входе в деревню, вот тополя где находятся. И тут сразу поворачиваются в сторону. Если из деревни выезжать будете, сразу налево. И вот эти вот околочки вы проедете. И вы видите, второй мостик мы отремонтировали сейчас. Он всегда был этот... Вот заказываем сейчас песок, чтобы был. Это государство дороги должно строить, не человек. Вот от храма, я не знаю, ну сколько сказать тут. Вот до этого вот щебень только взяли, 232 тысячи. Да, где мы дорогу-то у вас сделали? Сами, не считая песок. Вот он поработал у меня три дня. Я за него заплатил 59 тысяч. Это сказать даже невозможно. Ну, по-другому никак. И налево, там есть дорога налево. Вот вам, если в Корчене ехать, сначала заехайте в деревню, увидите храм. И там к старости зайдите, скажите, мы хотели посмотреть в храме. Так, оденьте, чтобы это... А мы одеты. Ну, вот все-таки в юбке. Ну, в юбке. Мальчик наш. Мальчик наш этот. Ну, тут приезжают брюков, мы их из машины не выпускаем. Нет, а мы знаем. На территории деревни курить запрещается. Нет, мы знаем, мы не курят. Ну, вот такое дело. У нас не курят, они не курят. У нас сейчас есть и купаться, и рыбу разводить. А мы на пруд заезжали, вот это... А я им не разрешила купаться. На какой? На Камагорике. А, на Камагорике, да. Мы тоже его запрудили. Там лужа одна была, оставалась. Да, мы знаем. А где купаться? Все подняли. Сейчас три с половиной метра. А купаться где? Извините, а где купаться можно? А? А купаться где можно? А там где были? Там же сход сделали. А я не разрешила. Там сход, там скамейка, там крещение было нынче. Каждый год крещение, кто готовится по интернету, людей подготавливаем. Нынче одна приезжала с Ливана, с Германии. Да, это была из Франции. Тут откуда только нет. Я посмотрю, извините, извините, я перебью. Вы хороните своих тоже на Киржатском кладбище? Конечно. Это наша мать, я вчера такую ненамагей были здесь. Ну, мы захотели, смотрели. Бабушка рядом. Там это... А то Мирское считалось кладбище. Там Ивченко все похоронены. Да, Ивченко, это Братов Иван Андреевич. Потому что мы один год были, мы заходили к вашей маме и были у нее в гостях. И все-таки Мария была, я в гостях. Видите, нам Господь что позволил иметь, это нигде невозможно. Я одно время в Барнауле в пяти университетах вел занятия. Тринадцать школ, семь отделов милиции. И вопросы три радиопрограммы. И у меня вышло 38 томов книг. Я решил их подарить библиотекам мира. Мы проехали на машине, газель купили до Владивостока. А оттуда вернулись, опять забросили книги границы, дошли до Лиссабона, Атлантический океан. Прошли Скандинавию, Прибалтику и Север, 650 городов прошли. И подарили книги на 35 миллионов библиотекам мира. Это Господь мог только сделать, это невозможно. Сейчас припомнишь, голова кругом, где мы ночевали, в лесополосах. Все, днем мы должны быть в городе, выступать, говорить, на стадионе. И везде Бог хранил. Шенгенская виза едва-едва поправлялась с нами. Особенно трудно Великобританию открывать было. Там и сетчатку глаз снимают, а от петчатки еще только нет. Вот если поедете сейчас, вы сначала в деревню заехайте. Заверните влево, посмотрите старосты деревни. Приехал нищем, направо увидите большой склад. У него 430 гектар, кажется. И налево строит нынче он. Какой склад? Тут молодежи интересно будет. Современные наши люди. Самые технологичные методы применения. А Валентина вас где зовет? В каком доме? Валентина, Валентин. А подальше, проверите, она тут. Она будет очень рада, если вы проедете. Я давно не видел. Вы увидите, когда по деревню проедете, дом так одна сторона выше, а другая ниже. Ну, скошенный дом. Это она. А рядом с этой стороны деревянный такой из бревен. Сын живет с той стороны, сын. И на правой два сына селятся. У нее все при ней. Дочка в городе, муж там, заведующий какой-то юридической организации очень. Да, это был следователь краевой прокуратуры по особо важным государственным преступлениям. Господь сохраняет. Это у нас вот кончили сколько? Четверо института. И все с красными дипломами. Это Бог благословляет так. На ровном месте. А погибло 21 тысяча сел. Только в Атайском крае больше 400. 10 тысяч сел, говорят, дышат на ладан. Один-два человека. И вот мы 28 лет. Получили статус. Тогда подпись Суриковна была. И все абсолютно с нуля. Сначала храм. А сколько у вас человек здесь живет? А спросите у старосты. Я летом только бываю. На 4 месяца. Я в городе живу. Понятно. В городе. Ну, у меня там много дел. А здесь интернет слабый. Ну, понятно. У нас все встаем. Вот мы встаем всегда в 4.40. А мне приходится встать в 2 часа ночи, чтобы почту разобрать. Вот на Ютубе у меня посещаемость 38 миллионов. Вот вы видите, цифра сама по себе. 38 тысяч подписчиков. Я иногда смотрю. Вам будет очень интересно. Я последний праздник смотрела. Вот на Крещение когда было. Как Крещение? У нас же в церкви с тарелкой не ходят. Крещение. Все абсолютно бесплатно. Нигде ни копейки нет. Святая Десятина все покрывает. Поэтому торговлю мы сразу поставили в условия, чтобы нигде не было ни иконы, ни свечки. Свечи. Вас покупают у Шерстобитого, других и сами льют свечи и ставятся. Сколько надо, батюшка поставит. Понятно. Ладно, спасибо вам. Ну что ж. Я вам дал информацию какую. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Всего вам доброго. До свидания. С Богом. С Богом. Там вы видите, как большие топори начнутся направо Камагориха. И там купаются. Там сходни сделаны, деревянное дно. Вы рады искупаетесь. Ну спасибо. С Богом давайте. Спасибо. А рыба какая там у вас водится? Какая? Карасик, гальян. Понятно. Мы вот ездили ловить здесь, бредень. Один раз поймали 100 килограмм, другой раз 125, а один раз 150 килограмм за один раз вытянули. Ну ничего себе. Спасибо. Ну вот ничего себе. А мы ее сушим, она интересная такая, как креветки. Давайте с Богом. Мыши потеряевские наши. До свидания. Храни вас Господь. Благослови.